ребятки всем огромного доброго турецкого утра хотя у нас уже дело это ближе к обеду и сегодня я приглашаю вас новый выпуск выпуск будет скорее всего не про еду но не факт возможно мы куда нибудь зайдем и отведаем турецкой еды короче у нас тучок приключилась лира упала и пока творится весь этот хаос она по цене 6 рублей мы решили сгонять как от магазина в айкики что ли называется по знаменитых где многие туристы затариваются и пойти туда торговый центр и купить там одежды вот и приглашаю вас вместе с нами пошопиться посмотреть на цены давайте они будут затягивать погнали по пути еще очень интересненько вам буду показывать спонсор данного выпуска магазин мини диван шикарный вариант для вашего ребенка все диваны с ортопедическим основанием и имеют ящик отличное решение для маленьких комнат и балконов диваны в наличии и доступны в день заказа также есть рассрочка доставка по всей россии и самовывоз ссылку на инстаграме диванов оставляю в описании так тут есть вот выпечка vodafone это местный туроператор строительный магазинчик и шикарнейшая аллея с высоченными пальмами остановка нам идти примерно три километра мы решили ножками протопать покайфовать зарядиться солнышком посмотреть на такие шикарнейшие растения красивенькие вот но обратно посмотрим возможно мы и даже на такси прокатимся но не факт что у нас тут номер 165 кстати здесь такие адреса на этом районе марат паша вот у нас по моему 60 какой-то дом привычный магазин bosch мы здесь уже ходили когда шли на водопад людинские сейчас тоже покажу вам отворот где он находится за правда не знаю как делать выпуски без еды но вот опять заведение и смотрите насенька туда идет очень сложно везде доносятся запахи все так вкусно всякие пиде калачики их не местные прям конечно красота еще друзья заметил такую интересную особенность в анталии что почти нигде нет асфальта видите везде лежит такая брусчаточка плиточка асфальт только на дорогах и конечно когда идешь с коляской вот в такой прогулочной то это немножко неудобно потому что над этих дырочек очечек ребенок конечно подскакивает и вот смотрите сразу апельсиновое дерево прекрасное вот вся аллея высажена видите вот еще апельсиновое дерево от этого конечно кайф а еще в турции не пропускают пешеходов если вы вдруг приедете первый раз то очень будьте к этому готовы даже на пешеходном переходе который без светофора вас не пропустят вот покажу вам штука вызывать такси такие банки на каждом углу их очень много их повесили в анталии для того чтобы русские туристы не заблудились и нажали к вам сразу приезжает такси и вас забирает и везет туда куда вам нужно вот еще одно апельсиновое дерево кайф вообще просто кайф смотрите чего видел интересное на каждом балконе стоит печь я не знаю то ли это просто для отопления сделала то ли это сделано шашлык-машлык есть вот мы с вами дошли до таблички видите дюдин это и есть туда дюдинские водопады вот можно пойти налево либо перейти дорогу и вот сюда пойти получается тогда нужно будет идти вдоль реки горной красивой вот мы как раз так и ходили выпуск посмотрите я обязательно прикреплю ссылочку а мы будем переходить сейчас дорогу слева вон там находится парк дюдин можно было идти в принципе вдоль него но мы все-таки решили пойти по пойти решили по улочкам посмотреть что здесь есть до погода у нас кайфовая декабрь на носу друзья детвора вон футболках идет я тоже кофту снял потому что очень жарко так друзья мои смотрите мы подошли на заправку так заправка называется кодоил или кодоил не знаю как правильно здесь есть супермаркет у них вот и сейчас я вам покажу по ценам не только пожалуйста смотрите значит вот она табличка моторин какой-то 996 дальше еще какой-то эко макс 996 и вот что я единственно понимаю это 95 986 где здесь дизель черт его знает но вот по ценам друзья как-то так у нас тут сменился вид посмотрите местная роскошных пальмов появились вот такие вот шикарнейшие деревья не значит за деревья но они очень и очень красивые впереди виднеются горы и мы почти уже дошли мы перешли дорогу и попали в такое красивое место где вот тут вот видите надписи это зона фудкорта можно взять еду и посидеть возле фонтана с чистенькой водичкой почилить короче почилить ну что друзья мы пришли это здание администрации этого района марат паша и вот он сам торговый центр здесь вот я даже вижу сразу привычное название медиамаркет декатлон называется это торговый центр террасити ну пойдемте вовнутрь посмотрим что там вот он главный вход я надеюсь нас сюда сейчас запустят надеюсь не потребует никаких эскады пойдемте заходить друзья на входе проверяют эскады мы сделали уже об этом рассказывали и нас запустили ну что вот он магазин большой большой торговый центр и будем сейчас куда-нибудь заходить смотреть шмотки коль пока лира провалилась нам это как говорится на лапу конечно я вообще терпеть не могу торговый центр и ну ладно это того стоит так ну что мы зашли в айкики здесь мы уже увидели короче интересные чемоданы вот они стоят на русские деньги всего лишь две восемьсот вот этот вот желтый видите цены 300 ну короче 400 лир это дешево сейчас мы будем еще что-нибудь выбирать и вам конечно показывать шикс вот еще например чемодан давайте посмотрим его цену у всего лишь 300 лир да друзья мы короче залетели в детский отдел конечно он любимые супергерои цены цены вон 60 лир друзья это очень и очень дешево он темпу же примеряет есть сандалики тапочки ну короче мы сейчас здесь вообще нормально по ходу стараемся это костюм да но 600 рублей вот видите костюм 100 лир стоит 600 рублей цены конечно еще в восторге супергерои их тут все дни я не брал так набрали мы детям короче и кофты и с длинными рукавами и штанишки и так далее подобное сейчас пойдем посмотрим нам вот пришли в мужской отдел так мы короче набрали и настеньки вот этот стоит и самое что интересно посмотреть какая очередь она вот так вот идет змейка не знаю сколько мы здесь просто но я думаю что минут двадцать точно так набрали мы короче еще целую гору всего даже пацаны говорят ооо здесь не открывайте пока типа сотри сколько у нас одежды ну да давно так не шопились я посмотрим насколько выйдет 1413 лир у нас все вышло по пакетикам разложат единственно что я затупил это не вывел деньги на тинькофф и нам скорее всего придется рассчитываться с бировской карты либо тинькофф плюс доллара посмотрим слушайте но смотрите вышло короче аж три пакета плюс две машинки до взяли конечно очень много всего детей сейчас чуть позже все вам будем показывать в общем мы как самые напуганные забежали вот первый магазин вайкики и будут натарились там я не знаю насколько что восемь наверно чуть позже посмотрим а вообще здесь есть и полутбир здесь есть любимая бершка здесь есть он страдивариус здесь есть zara здесь короче кучу кучу всего просто с детками конечно ходить сложно вот мы почему не любим торговый центр и потому что детки они быстро очень устают у них ресурс сил маленький и потом начинается вот этот гундеж который мы конечно очень-очень не любим и стараемся его всячески избегать ну поэтому как-то так насенька ко мне пристала еще с футболкой мы зашли в мой любимый магазин джекон джонс блин я вообще обожаю эту одежду но у нас в россии на просто стоит каких-то интересных денег здесь и кофты футболка на 1000 рублей вышла я бы еще взял себе бы конечно вот такую вот куртку но увы наверное не в этот раз в турции вовсю готовятся к новому году великолепно украсили торговый центр мне прям очень нравится елка крутится видите сейчас замер шары висят вон там видимо сцена дед мороза вот короче красотище друзья немножко вам еще покажу торговый центр и будем уже по шмоткам разбираться показывать что мы вообще взяли вот привычный магазин и в принципе все вот коллинцы ценники конечно здесь дешевле дешевле однозначно чем в россии что-то в два раза что-то не в два нужно ходить выбирать вот лэвис есть вот такая сцена видите щелкунчик вот что эта сцена да отлично ну и какой же шопинга друзья без третьего этажа как говорится фудкорт есть много всего макдональдс и какие-то местные кафешки естественно мы сейчас везде пройдемся присмотримся он шикарные тортики а как это все вкусно бургер кинг и писи вот так еще что то ну наверное мы пойдем в нам привычное куда-нибудь типа в бургер кинг так нет мы решили не идти бургер кинга попробовать местного пиде здесь огромнейший выбор вот по ценам тоже посмотрите мы будем брать чикин и сырную вот сейчас наши почти очередь еще можно супчики взять по 7 лиры вот сейчас будем пробовать турецкую кухню так вот еще есть кстати наборы так друзья нам дали чек у нас вышло все на 40 ну почти давайте так гореть 43 лиры дали вот эту штуку она запишет я пойду получу и покажу вам насколько это все огромное ну и самые друзья обратите внимание на то что здесь фудкорт функционирует спокойно вообще не то что блин у нас в россии так но это короче штука заиграла я не успел подснять как громко она вересит и вот наши уже добро все но посмотрите какая красота вы просто гляньте на размер стола и на размер вот этой вот штуковины вот мы взяли с курицы себе чикин и детворен сыром без первых что вариант все нам приятного аппетита а друзья теперь нам предстоит задачка следующая это вызвать такси надеюсь она приедет вызовем по вот этой коробочке на столбе либо на дереве и еще нам нужно объяснить водителю где мы живем вообще куда мы поедем надеюсь на все получится прекрасная погода друзья у нас в анталии класс все вчера были дождики а сейчас все так хорошо распогодилось сюда пешочком прогулялись обратно думаю что все-таки мы поедем на такси существует настолько прекраснейшая погода что мы решили не вызывать такси пока мирончик там глазеет панику не создает вот мы решили что будем пока ножки передвигаться очень хочется покайфовать на солнышке мы шли всю дорогу пешком вроде нам мирончик позволил это сделать то на ручках то в коляске вот поэтому и прогулялись кайфанули вот сейчас уже дома сейчас начнем показывать вам что мы купили сколько это стоит и потом все в общем подсчитаем сверим карточки выгодно ли это было вы конечно напишите в комментариях так ну что друзья это наш диван слушайте даже дивана почти не хватило все что вот мы купили представляете гляньте сколько всего это все детское мы даже мирончик комбинезон взяли прикиньте настеньки такая рубашка типа курт как она мечтала кофты и так далее и то подобное сейчас по каждой вещи обязательно пройдемся я вам все досконально покажу и расскажу блин короче я вообще на самом деле в шоке я вот отдел уже шапку потому что мне она вообще зашла 20 лир по моему на 100 час более точно скажу вы просто поглядите сколько шматья мы купили досматривайте до конца я вам полностью подсчитаю сейчас это все и скажу сколько денег это вышло но уверен цена вас удивит так как и нас и так друзья значит начинаем первое детские детские штаны смотрите мы их купили за 40 я не знаю вот то ли верхний ценник нужно смотреть то ли нижний то ли 45 то ли почти 50 но были они изначально вот под почти 60 дальше вот такой костюм детский он идет по моему комплектом данность он 65 раздельно короче 65 лир штаны почти 70 лир кофта дальше вот такие вот кофты героев которые у нас в россии конечно стоят всегда завышена такая тоже герои любимые короче 60 лира не стоит это вот официально не подделка это коллаба с marvel так дальше это насенький костюмчик взяли значит вот такая кофта прикольно обрезанная значит цена 110 лир это кофточка и штаны еще 1130 лир вот такой вот комплекта нет 130 я же говорю так далее пацанам это я так понял домашняя пижамка вот это будет темка носить 60 лир вместе с какими сереньким вот с этими вот с этими она короче серенькими штанами пижама шла вот это все сюда же относится к цене дальше это футболку купили мне 60 лир блин смешная цена футболка такая знаете на типа как адиков скидемикс овский вот спортивные дальше вот такой костюм темки взяли значит 80 до почти лир это штаны и вот такая вот еще кофта она стоит 70 лир вот такой вот костюмчик теперь у темки будет так родион чеку взяли вот такую тоже пижамку дома гонять с динозавриками штанишки так это по цене тоже комплектом 70 лир кофту вот мы зашли джек-н-жонс обожаю этот магазин я прям вообще кайфую ничего лишнего как говорится просто черное желтое белое идеальное сочетание цветов смотрите друзья купил по акции так она 370 лир стоит я купил за 190 лир вообще шикарно дальше родион ну-ка позволь мне так это мы взяли темки капитан америка любым любимый герой такой переливашка вообще в россии таких даже не видели тоже коллаба с марвелом вот такая вот кофточка так по цене сейчас подождите цену родион подожди так почему-то бирки с ценой нету ну ладно так штаны взяли типа этот футбольный клуб реал мадрид вообще на самом деле со штанами там проблема какая-то была вот 75 долларов да это кстати смотрите ой долларов лир это кстати да официальная видите официальный продукт реал мадрида даже есть лицензия прикиньте и кочек обалдеть вот настоящие штаны дальше шапочка вот по цене 35 лир вообще понты это вот я в ней буду гонять когда будет холодно это мы взяли шапку родиону выбрал он себе значит 30 лир эта шапочка артемки тоже здесь красный ценник вообще 20 20 лир друзья цены просто смешные у нас шапка минимум вот такая стоит полторы тысячи до какой 500 минимум полторы сейчас уже это настина куртка-рубашка которая она давно мечтала шикарные цвета по цене по цене 130 лир ну вообще понты говорю вот вот такая вот теперь настика будет красивенькая дальше настика взяла еще все вот такую кофточку так вот большой капюшон классно так поднимается типа да для кормежки мирона и стоимость 80 лир так это значит футболка смотрите тоже джек-н-джонс классно вообще на так знаете здесь этим типа резинкой выбита и по цене всего лишь 60 лир вот так и и нашему малюточки мы взяли тоже комбинезончик вот так он выглядит красота ну такой вот как раз для в краснодаре гонять и стоимость его всего лишь 140 лир друзья сейчас нам вот эту всю кучу вещей нужно перемерить мы магазине ничего не мерили так просто прикладывали очень надеюсь что нам все подойдет вот классно обновились по цене значит смотрите первый чек вот такая простыня на одну тысячу четыреста четырнадцать лир и второй чек это вот мы заходили в джек-н-джонс до 249 лир вот здесь сейчас будет две русские цены все друзья говорю вам до свидания пишите в комментариях как вам эти цены на одежду в турции я конечно очень приятно удивлен поэтому так сходу забежали все понабрали но скорее всего мы сделаем еще второй и третий заход слишком нам это дело понравилось всех обнял пока